Здравствуйте, 74-й переезд Идиотулина. Да, у нас остановилась машина на переезде. Включена заградительность сигнализации, принимая меры к устранению. Таким сегодня было утро на 74-м Кульшариповском ЖД-переезде. Аварийной ситуации на нем не редкость. Сотрудники должны уметь вовремя среагировать. Понять, что это инсценировка, можно не сразу. По сценарию машина заглохла по неизвестным причинам на ЖД-путях. Сейчас у нее спросили, что произошло, проблема решилась. И машина уезжает. Только после этого опускается УЗП и выключается сигнал. Международным железнодорожным сообществом совместно с Комиссией Европейского Союза и Экономической Комиссией ООН 6 июня объявлен Международным днем ЖД-переездов. В этот день Госавтоинспекция напоминает водителям быть внимательнее. Мы производим инсценировку остановки транспортного средства в границах переезда. Соответственно, мы фиксируем действия нашего сотрудника, дежурного по переезду, отрабатываем ее регламент и повышаем тем самым качество и снижение по аварийности в границах переезда. Елена Идиатульна в профессии диспетчера ЖД-переезда уже 10 лет. Рассказывает, что работа ответственная. Сюда она пришла по зову сердца. Водители достаточно нарушают очень много правил дорожных движений, поэтому от наших действий зависит быстро среагировать, нажать заградительную сигнализацию, чтобы обеспечить нормальный проезд поезда и обеспечить жизнь, здоровье людей. Данный переезд оснащен системами автоблокировки, устройствами заграждений и сигнализацией. Это федеральная трасса, и здесь плотный трафик. За сутки отсюда проезжает около 30 тысяч машин. Проводится мероприятие, внимание, переезд, подключение, внимание, через дорожный переезд. Будьте внимательны и осторожны при проезде через дорожный переезд. Берегите себя, свои кисти. За 4 месяца этого года на ЖД-переездах произошло 67 ДТП. Маргарита Трегубенко, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока.